МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Газпром", одна из крупнейших компаний в России. В ней работают приблизительно полмиллиона человек разных специальностей. Каких именно? Интересный вопрос. Чтобы ответить на него, мы решили создать программу о профессиях, востребованных в газовой промышленности. Итак, нашими первыми профессионалами своего дела станут маркшейдеры. Даже на слух понятно, что название этой профессии произошло из немецкого языка. Слово марк означает граница или отметка, а шейдер – отделение. А чем же занимаются люди этой профессии? И зачем они газпромы? Маркшейдер – это специалист, выполняющий пространственно-геометрические измерения в недрах Земли и на ее поверхности. С последующим отображением результатов на планах, картах и другой горно-графической документации. Без службы главного маркшейдера процесс освоения новых месторождений и дальнейшей промышленной эксплуатации был бы просто невозможен. Без нашего участия и специалистов службы никакой объект в газпроме «Был быченадым» не строится. Мы участвуем не только в строительстве этих объектов, мы участвуем и в эксплуатации. То есть мы проводим мониторинг опасных производственных объектов совместно со службой геотехнического мониторинга ЭТЦ. Сама работа состоит из двух этапов. Это так называемые «пылевые замеры», когда маркшейдер выезжает непосредственно на участок, который требуется нанести на карту со всеми значениями высот и перепадов. Полевая работа, конечно, в приоритете. И ее процентов 50. Сейчас ее становится меньше. Но без полевой работы не будет камеральной работы никакой. И, конечно, она отнимает большую часть времени. Работают маркшейдеры с помощью GPS-приемников, электронных тахеометров и нивелиров. Такое оборудование применяют для выполнения инструментальных полевых измерений. Например, основная задача GPS-приемников – это определение координат. Задача этого оборудования входит в определение координат точек местности в любом месте на земном шаре. Это сверхточный навигатор, грубо говоря. Процесс сбора данных, на первый взгляд, выглядит довольно просто. Вот мы поставили базу на точку с известной координатой. База, зная эту точку, принимает сигнал от спутников, минимум от четырех спутников, и передает сигнал на ровер. Одновременно и ровер, и база записывают эти данные. Мы в это время ходим с ровером и выполняем измерения. Второй тип оборудования – это тахеометры. Они используются для измерения вертикальных и горизонтальных углов. Также с помощью них можно с большой точностью определить расстояние и превышение между измеряемыми точками. В этом и заключается часть нашей работы. Тахеометр используется в основном в тех местах, где невозможно работать, например, с GPS-приемниками или другим оборудованием. Для снятия подземных коммуникаций, колодцев, люков. А для работы с ним необходимо два человека. После завершения полевых работ наступает камеральный этап – обработки полевых измерений. Все полученные данные вносятся в компьютер и обрабатываются в специализированных программах. Полученные материалы обрабатываются, уравниваются, и получаются наборы точек, которые несут себе координаты X, Y и Z. И эти точки потом наносятся на наши планы. С помощью них мы проверяем исполнительные съемки, отклонения, обновляем топографические карты. Работа у маркшейдеров очень серьезная и ответственная, так как цена ошибки в их расчетах обойтись может очень дорого. Также при камеральной работе, при выполнении расчетов направления стволов скважин, просто перепутав плюс с минусом, мы развернем скважину на 60 градусов, и она начнет бурение в совершенно другую сторону. И потом просто ее придется ликвидировать и все. В Википедии профессии маркшейдера отведено всего лишь полстранички, но там есть одна очень любопытная деталь. В частности сказано, что помимо определенных знаний, умений и навыков, маркшейдер обязан обладать уравновешенным характером, быть бесконечно педантичным, аккуратным и точным в исполнении своих обязанностей. Сейчас проверим, так ли это. Трудолюбивый, жизнерадостный, веселый. Педантичный? Педантичный. Но не во всем. В работе, да, так в жизни. Больше такой развязный. Ну, наверное, да. Очень даже педантичный. Мелочный в деталях. Это где-то помогает, а где-то не очень. Служба главного маркшейдера была создана в 1974 году. И носила название топографической партии. При непосредственном участии специалистов топопартии были введены в промышленную эксплуатацию месторождения «Медвежье», «Юбилейное» и «Янсовей». Именно надымские маркшейдеры участвовали в освоении уренгойского месторождения. Позже список дополнили Баваненкова и Харасавей. Возглавлял службу на тот период Богданов Анатолий Николаевич. И под его руководством был произведен бросок на освоение уренгойского месторождения. Сейчас служба главного маркшейдера решает различные задачи. От сопровождения разработки карьеров и геологоразведочных работ до геодезического обеспечения объектов капитального строительства и реконструкции на всех месторождениях компании «Газпромдобыча надым». Если подвести краткий итог к нашему рассказу о маркшейдерах, то вывод сделать можно такой. Специалисты этой службы будут востребованы в компании до тех пор, пока на Ямале добывается газ. Редактор субтитров А.Семкин